всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре такое интересное видео снято оно было моим соклановцем и прислано мне я его просмотрел изначально я не понял в чем прикол просто такой бой сена авианосцы а потом присмотрелся и да вот он показывает то что в бою присутствует два авианосца с каждой стороны в каждой команде мне это заинтересовало поскольку самого такого авианосца у меня нету 8 я выкачал только американцы и британцы японцы у меня еще в далеком таком глубоком процессе поэтому какого-то гайда по данному авианосцу я не покажу но суть в том что я посмотрел в новостях когда было обновление обновление было в общем 8 апреля а этот бой сыгранный 10 апреля то есть уже после обновления и в этом обновлении меня привлекло внимание изменение матчмейкера в нем сказано что в этом изменении количество боев с двумя авианосцами на команду значительно снизится и вот сразу же скажем так после этого обновления спустя два дня человек заходит в бой на авианосцы и по моему изменения никак не вошли в это обновление поскольку бои с двумя авианосцами как были таки есть и самое такое мое большое примечание в том что если бы эти два авианосца как-то скооперировались и ну там были при своем моменты атаковали просто одну цель любую неважно это линкор или тот же крейсер то жил бы он крайне недолго и мне кажется в этом самое такое основное дисбаланс в плане этих авианосцов и обновление этого матчмейкера по моему никак не влияет на баланс и да вы скажете что в бою присутствует только одни восьмерки это верно но все-таки на правом фланге находятся большее количество противников и меньшее количество союзных сил вот так же вот с карты сверху видно противников в плане больше в том что у них там два линкора и их рядышком там поддерживают также два эсминца а с нашей стороны только один эсминец и то это не торпедный эсминец а это казак это не особо мощный эсминец в торпедах он больше в артиллерию поэтому какой-то поддержки или же борьбы с линкорами от него не стоит ожидать а вот и наличие двух авианосцев которые также работают вдвоем на направлении они значительно удерживают продавливание линкоров поскольку постоянные авианалеты там поджоги затопления не дадут линкору довольно таки далеко идти и сильно рашить поэтому когда в бою находится два авианосца они очень сильно влияют на бой не так как один и мне кажется это вот самая такая большая проблема поскольку если у авики рукастые то просто напросто заберут любой корабль скооперировавшись и как вы видите бисмарк немного выйдя из-за острова где-то минут назад получив лишь одну торпеду от союзного эсминца значительно просел по хп и играет теперь с и вова прячет за островом но с учетом того что авианалеты постоянные бисмарк долго не проживет с учетом его раскачки то есть пнк взяты сверки там на пво базовая усиленная огневая это его не спасет как вы видите владивосток продавливает хорошо но все таки мне кажется основной урон наносят авианосцы и очень сильно мешают линкором действовать вот вы видите сброс торпед и это уже минус один линкор владик или же другой какой-нибудь линкор наверное долго бы разбирались бы с бисмарком поскольку довольно таки хорошее бронирование и опасный противник в плане пмк но а ведь все-таки забирает вражеский бисмарк и лично я вот в данный момент сконцентрировал бы свое внимание на эсминцах поскольку их двое здесь и как бы из опасных таких кого эсминцев это только кацуки остальные же ну можно то есть забрать с легкостью и в данный момент когда казак уже остался один на фланге как бы еще стою стоит его поддержать я думаю наш герой точно также об этом думал поэтому поставил самолеты дабы защитить союзный эсминец от авианалета вражеского а сам тем временем заходит на вражеский эсминец и как всегда у эсминца нету хилки ничего не не восстанавливается а у авика как вы видите восстанавливается самолеты и вот сделаны и первый заход на первый эсминец минус 4000 делается заход следом на второй эсминец с него почти минус 3000 вот сумме за несколько вот секунд два эсминца просели на 7000 по хп и авик делает следующий взлет у него также есть возможность про атаковать два эсминца и при этом сейчас в этот момент штурмовики возвращаются на авианосец то есть подготовка их не займет ну не слишком много времени и это будет просто авиаспам на эсминцы с учетом того что кстати авианосец находится достаточно на таком среднем дистанции на среднем отдалении от эсминцев все равно эсминцы не смогут хорошо как-то поддерживать свою со своих союзников и вот следующие заходы опять минус 2000 то есть минус 2 3 4 тысячи с эсминца это для авика как нефиг делать и вот спустя несколько секунд авик опять поднимает свою эскадрилью штурмовиков она практически в полном составе то есть ну два раза он может сделать заход на эсминец либо же проатаковать оба эсминца без всякого кулдауна то есть нету никого такого ограничения вот видим сейчас в данный момент заход на эсминец у него 5 500 но его в этот момент просаживаю и авик забирает с него 3000 если бы его не просадили я уверен авик снес бы с нему немножко больше чем 3000 но тем не менее это приносит свои плоды авик устранил угрозу для своих линкоров и в принципе эсминцев тоже поскольку акацуки считается достаточно хорошим эсминцем в плане артиллерии торпед теперь для команды и в общем опасаться в принципе никого я век решает заниматься линкорами дабы на них просто очень легко набивать урон и что кстати весьма стоит обратить внимание то что алик данный момент занимается а маги и заходит на него с той стороны там где нету противников то есть нету союзных сил вражеского линкора иначе он бы попал под его сразу же климленда и а маги и также того монарха ну в общем суть в том что наш авик сырал довольно-таки грамотно не подставляясь под вражеское его и при этом все таки их не а вики пытались все таки как-то прикрыть свой линкор но я каких-то плодов данного концепта контрплея авик против авика не вижу поскольку эти истребители не просто ну как бы ни о чем во первых стоят и достаточно недолго и радиус их него действия тоже невелик и вот успешные атаки на линкор приносят ему затопление и как вы видите на счетчике урона капает домах с этого линкора я считаю что он уже поиграл и то есть и вот опять на него налет каги и теперь еще шокаку то есть поджоги затопления торпеды ракеты в общем линкор ничего не может сделать в этой ситуации даже неважно выбирает он приоритетный сектор не выбирает по моему он уже ну никак не влияет на бои или на свое выживание в данной ситуации поскольку тут ну против двух авиков то есть если они заходят с двух сторон то выбор приоритетного сектора уже не столь раляет и вот следующие цели это уже там клевленд и монарх по его конечно стало чуть-чуть злее поскольку во-первых клевленд достаточно серьезный противник на уровне по пво по моему круче в него чем у клевленда есть только у балтимора но это если он под заградка если без то как бы там плюс-минус в общем все равно авик достаточно успешно скидывать торпеды в кого-то там даже попадает но но мое мнение о том что я считаю в бою должен быть по одному алику с каждой стороны иначе это ну серьезно влияет балансы на бой в целом мне лично допустим не комфортно играть в таких условиях если ты думаешь так же если ты согласен с моим мнением поставь пожалуйста лайк под этим видео и расскажем друзьям спасибо всем за просмотр и подписывайтесь на мой канал оценивайте видео ставьте комментарии всем удачи всем пока и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok